Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы поговорим о вчерашней новости, которая довольно сильно сбуламутила зеленое игровое комьюнити. И да, в этом ролике, а именно во второй части, я вам расскажу еще о другой ситуации, которая также раздражает игроков Иксбокса. Перед началом видеоролика не забывай прожимать лайкусики и подписываться на канал, если тебе нравится Иксбокс, и если ты хотел бы всегда быть в курсе актуальных новостей. И давайте начнем. Начнем с того, что со вчерашнего дня стала наблюдаться очень странная ситуация с ценами консолей Иксбокс. Дело в том, что если зайти в МВидео, Вальдорадо и прочие большие розничные сети, то можно заметить очень странное повышение цен. Для тех, кто не в курсе, Иксбокс Серия С изначально стоила 27 тысяч рублей, потом повышение было до 30, там, 700, ну а теперь мы можем увидеть цену в 33 500. Ляд, цену подняли! Ага, да, если что, было ли какое-то повышение цен у Иксбокса Серия СХ, пока не понятно. Самое забавное, что у некоторых, к примеру, с телефона или с другого региона показывают разные цены. У кого-то прежнюю, у кого-то там на 2-3 косаря больше, но у кого-то вообще целых 38. Да, официального подтверждения роста цены пока не было, и что это значит, пока никто не знает. Единственный комментарий на момент записи видео был от МВидео и Эльдорадо, но они заявили, что цены они не повышали, и скорее всего это технический сбой. Окей, если это действительно так, то я немного не понимаю, почему в других магазинах, по типу Ситилинка, Озона, Технопарка и прочих, цена также поднялась по сути на тот же уровень. Просто если бы это был реальный сбой, то у меня возникает 2 вопроса, которые стоят под сомнение в принципе всю эту версию. Почему у других магазинов тоже якобы произошел сбой, и почему только на продукции Иксбокса? Когда мы эту всю тему обсуждали на стриме, вместе с Виджелами Сноупи, кстати, подписывайтесь на их канал, они также расскажут о этой ситуации со своих ракурсов. Была версия о том, что это сторонние продавцы, ну, подсуетились и подняли цены. Но нет, эта теория на самом деле сразу отпала, поскольку в том же МВидео, если это делает сторонний продавец, то это в принципе помечается. Также во всей этой теме, прямо на стриме, мы офигели еще от двух ситуаций. Да, это самый обычный геймпад, который на данный момент стоит целых 10 тысяч. Обычный геймпад, повторяю, не элитный. С этого мы на самом деле вообще пришли в реальный шок, типа, с какого фига такая цена? И опять же повторяю, что данная ситуация была не в одном магазине. И знаете, лично я такой геймпад никогда за 10 тысяч не куплю, но десятки он точно не стоит. Блин, да, сейчас даже глядя на такое соотношение, даже элитку купить не впадло. Вторая ситуация, которая нас капец как ввела не в доумение, так это ответ технопарка. На ответ, есть ли в Xbox Series S в комплекте HDMI. Да, дело в том, что внимательные пользователи не нашли ответа в комплектации данного кабеля. И на вопрос, есть ли он, давали отрицательный ответ. А чего мы просто офигели? Типа, цена стала выше, и еще HDMI убрали. Это же полный бред! Короче, мы дико офигели, но видимо это все-таки была ошибка. Ребята на следующий день уже отвечали, и отвечали, что он в принципе входит в комплектацию. И честно, искренне не понимая, почему они вообще так изначально отвечали. Поскольку слухов и каких-то мега комментариев на эту ситуацию вообще не было, мне почему-то кажется, что нас все-таки ожидает официальное повышение как минимум до 33 500. Поскольку эта сумма, она мелькала в большинстве подобных магазинов. И тут мы по сути наблюдаем приближение цены самой сочной и доступной консоли Xbox Series S к консоли PlayStation 5 L Digital Edition. И на мой взгляд, при каждом повышении у нас в России, таким образом Xbox Series S у нас попросту теряет смысл. Окей, предположим, что цена все-таки поднимется на эту сумму, и по сути от PlayStation 5 игроков будет отделять всего лишь 7000, что не так уж и много. И если сравнить консоли, то PlayStation 5 может даже выглядеть сочнее, поскольку у нее на борту 1 терабайт памяти, новый геймпад, эксклюзивы и еще возможность играть в 4к разрешения. У Xbox же в этом случае останется, наверное, плюсом только лишь подписка Game Pass, ибо самый сильный и самый значимый аргумент в цене будет уже не такой весомый, особенно если повышение будет до 38 000 рублей. Кстати, повышение было и раньше, но там майки пытались продать нам бандл с Fortnite, с Rocket League и подпиской Xbox Game Pass, что в принципе хоть как-то цену оправдывало. Но у этой версии ничего нет, и почему повысилась цена, ну пока не понятно. Кстати, попрошу вас также высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации, как для вас повышение, и как вы смотрите на сравнение с PlayStation 5 без дисковода, ну и на Xbox Series S. Короче, пишите ваше мнение в комментариях. И еще вам такая вот подновость. Дело в том, что майки недавно обновили информацию по поводу пользования подпиской. И информация гласит о том, что ребята, у которых есть автопродление и которые не пользуются подпиской, им будут отменять подписку и возвращать деньги, связываться, ну для того, чтобы просто, короче, ребята не платили. Ну а самое интересное, это то, что среди всех этих пунктов был пункт еще о осведомлении пользователей по поводу повышения цен на подписку. Многие могут отнестись к этому холодно, но, ребята, это на самом деле серьезный звоночек на возможное подорожание подписки. И если учесть, что подписка Xbox Game Pass со временем очень сильно расширится, то это более чем вероятно. И со стороны майков это на самом деле очевидный шаг, ибо как они вообще будут отгвать 70 миллиардов. Лично я в шоке от этой ситуации с повышением, окей, может быть мы зря паримся и повышения не будет, ни на консоль, ни на подписки, ни на геймпады, но если сложить все факторы, ситуация очень странная. И если учесть при этом наши отношения с другими странами, с курсом, то мне кажется, все к этому и идет. И знаете, в таких моментах хочется посоветовать лишь одно. Если есть желание и возможность купить сейчас по хорошей цене, просто не думай и делай это прямо сейчас, поскольку никто не застрахован от подобных ситуаций в будущем. Вторая новость касается очередной раздачи Xbox Game with Gold. Да, из что данная программа все еще существует зачем-то, и она включает в себе 4 бесплатных игры каждый месяц. Для всех обладателей Xbox Live Gold, либо же для обладателей Xbox Game Pass Ultimate, в которую тоже входит данная подписка. Весь этот сумпур начался из очередной фиговой раздачи по голду, поскольку с каждым разом, видимо, у фанатов Xbox подгорает все больше. И кстати, подгорает не только у обычных пользователей, но еще даже у Сталиона. Если вдруг кто-то его не знал, то этот чел один из самых заядлых выбивателей ачивок. Помимо всего, о раздаче высказался еще один из инсайдеров, и по его мнению, раздача тоже такая себе, и он искренне не понимает, зачем существует данная программа, ведь она просто, по сути, вредит репутации. Если вы вдруг где-то спали, то у PlayStation тоже есть подобная программа, где также раздают бесплатные игры по подписке, и там, если сравнить месяц с месяцем, станет понятно, что в этом плане PlayStation намного щедрее, чем Майки. И, в принципе, у многих из-за этого горит. Да не бомбит у меня! Ты че орешь? А че они говорят, что у меня бомбит? Да мне не бомбит! Да бомбит у меня! На мой взгляд, данная программа, а именно Game with Gold, реально стала такой себе и ощущается на момент существования подписки к геймпасс совсем ненужной. И, честно, я очень не понимаю тех людей, которые до сих пор надеются на эту раздачу. Я недаром около года назад говорил, что при условии, пока существует геймпасс, нет смысла надеяться на игры по голоду, поскольку все силы Майков сейчас выброшены именно на подписку к геймпасс. И, выдавая супер-мега-крутые проекты в подписку для онлайна, они тем самым просто будут выбрасывать деньги зря, ведь у каждой подписки есть свои цели, и она, кстати, меняется. Если ранее у всех, у кого был Xbox, Майки пытались подсадить на этот Xbox Live Gold, ну дабы показать, что в онлайне играть круче, к тому же у вас там будут бесплатные игры как бонус, то сейчас у Майков такой потребности нет. Да и вообще, мне кажется, многие про нее забыли, поскольку много кто пользуется просто подпиской Ultimate. Многие могут сказать, а нафиг он вообще нужен? Давайте его просто уберем. Классная идея, но если уберут Xbox Live Gold, то Майки потеряют копейку, это раз. Ее, кстати, никто не хочет терять, и по доле игроков, которые платят за онлайн и не платят за Ultimate, мне кажется, все-таки она есть. Ну а во-вторых, могут потерять еще больше, поскольку многие после подобного исхода будут не понимать, почему подписка Xbox Game Pass Ultimate по цене будет стоить ровно столько же, сколько и стоила. И при отмене Xbox Live Gold будут требовать понижения цены на подписку Xbox Game Pass Ultimate. Хотя из-за последних событий у меня чуйка подсказывает, что подписка Xbox Game Pass Ultimate в будущем будет становиться только дороже. Поскольку с каждой новой новостью, мне кажется, многие понимают, какое большое количество проектов пополнит этот сервис. Поэтому я считаю, что в данный момент Xbox Live Gold живет чисто потому, чтобы не терять деньгу и не разрывать вот эту вот цепочку ценностей подписки Xbox Game Pass Ultimate. Если вы думаете, что слова там Сталиона или какого-нибудь там инсайдера повлияют на Майков, то это маловероятно, и я бы тут просто брал бы то, что дают. Поскольку если данную программу отменят вообще, то тем, кто платил только за голд, ну будет капец как обидно. Ибо у них отбирает, ну, приятный бонус. Да, во всей этой ситуации можно, к примеру, попросить Майков, ну, постараться над более приятной подборкой. Но даже если это случится, то будет случаться не каждый месяц, поскольку Майкам, еще раз повторяюсь, уже не принципиально, чтобы вы пересаживались на Xbox Live Gold. Ибо игра в онлайне для всех стала привычной, и игр на 2022 год, которые требуют подписку для онлайна, намного больше. И, соответственно, как-то менять правила и лишаться копейки, ну, будет не в пользу компании. И, несмотря на все это, вас все равно стоят уже под условием. Либо вы платите за подписку и играете в онлайн и получаете хоть какие-то бесплатные игры, хоть и говно. Либо вы не платите и остаетесь просто без онлайна. И это как бы вообще не очень. Поэтому, ребят, я вас призываю к тому, чтобы вы больше не надеялись на раздачу по голду, а просто брали то, что дают, попутно надеясь на годную раздачу именно в подписке к геймпасс. Ибо как раз таки она ориентирована на игры. В общем, вот такие вот сегодня не очень радостные новости. Обязательно пишите свое мнение в комментариях о них. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok